Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесии. А вот что мы расскажем сегодня. Обнаружен автомобиль, объявленных в розыск лиц. Следственными органами продолжается сборк и закрепление доказательственной базы нападения на сотрудников полиции. Подвели итоги работы четвертого созыва. Наметили план на следующие годы. В общественной палате в ходе пленарного заседания говорили о проделанной работе. Свадебный сезон в Карачаево-Черкесии открыт. Три пары зарегистрировали свой брак на высоте 2500 метров. Свидетелями рождения семей стали Вести. Вышел в свет очередной труд ученого. Сегодня в Черкесии состоялась презентация книги доктора филологических наук Фатима Таркеновой. Сегодня в рамках расследования уголовного дела о нападении на сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии обнаружен автомобиль, объявленных в розыск лиц. На нем фигуранты скрылись с места происшествия. Следователями и криминалистами регионального управления Следственного комитета проведен осмотр машины и ее изъятие. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы. По уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательственной базы. Напомню, следственными органами Карачаево-Черкесии разыскиваются подозреваемые в совершении нападения на сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции, хищения табельного оружия и боеприпасов к нему, незаконного ношения и хранения оружия и боеприпасов. В настоящее время по уголовному делу установлены лица, причастные к совершению указанных преступлений. Ими оказались Эльканов Руслан Расулович, Эльканов Ахмат Расулович, Джозаев Казбек Мусалимович, Семенов Руслан Александрович и Аверьянов Владимир Иванович. Данные лица покинули место происшествия и в настоящее время скрываются от органов предварительного следствия. Сотрудниками правоохранительных органов выполняются все необходимые следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения фигурантов, а также всех обстоятельств, совершенных ими преступлений. В связи с изложенным, Следственное управление по Карачао-Черкесской республике призывает граждан, кому что-либо известно о местонахождении указанных лиц, сообщить данную информацию по телефону 8-928-396-5042 или 02, а также для операторов сотовой связи 102. Подвели итоги за три года. В Общественной палате Карачао-Черкесии состоялось итоговое пленарное заседание 4-го созыва. Собравшимся был представлен фильм, в нем рассказали о деятельности Общественной палаты за три года. Говорили о тесном сотрудничестве профильных комиссий с органами исполнительной власти. План их деятельности отработан на 100%. Говорили собравшиеся и о планах. В работу итогового пленарного заседания 4-го созыва включили и торжественную часть. Заместитель руководителя администрации главы правительства Карачао-Черкесии Марат Хубеев отметил почетными грамотами и благодарностями труд членов Общественной палаты. Эксперты успешно реализовывали инициативы и важные для страны проекты. Проведена большая работа на выборах президента России. Сделано многое, но впереди предстоит еще больше работы, сохраняя темп и принципы организации труда Общественной палаты. Добавлен еще и комитет по сохранению традиционных ценностей. Обновленный созыв меняется на треть. Будут представлены новые люди. Их количество составляет 12 человек. У нас профильные наши комиссии связаны с министерствами и тесно взаимодействуют и министерством образования, и здравоохранения, и молодежной политики, экономического развития, министерство труда и социального развития, министерство строительства. Все министерства с нами тесно сотрудничают, потому что все 8 комиссий отработали весь свой план деятельности, работали даже вне плана, когда перед Общественной палатой стояли очень важные задачи. Во-первых, в ходе работы началось СВО. Конечно, Общественная палата не могла остаться равнодушной. Члены Общественной палаты и председатели Общественной палаты поддержали Владимира Владимировича Путина. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы расскажем о самой высокогорной площадке для регистрации брака, о презентации книги Фатима Теркеновой и новом рекорде, установленном в Карачаево-Черкесии. Оставайтесь с нами на канале «Россия-1». В Карачаево-Черкесии без осадков, ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 8-13, в горах до плюс 8, а днем 27-32 градусов тепла и местами до плюс 24 и высокая пожароопасность. В Черкесске без осадков, ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 11-13, днем 30-32 градусов тепла и высокая пожароопасность. Рождение семьи на высоте. Необычное бракосочетание состоялось сегодня в Архизе. Провели торжество на самой высокой точке Северного склона в рамках специального социального проекта «Свадьба на высоте». Теперь церемонии бракосочетания будут проходить в течение всего года на живописных панорамных площадках курорта Архиз. О том, как прошло открытие свадебного сезона в горах, расскажет Альбина Ламкова. 24 апреля 2024 года мы собрались здесь на сволшебное, наполненное сказочной красотой события – свадьбу. Церемония бракосочетания Я сказал, что все, уже пора. Надо узаконить, скажем так, полностью наши отношения, все и светлое будущее, как говорится. По-вашему, счастливый брак какой должен быть? Счастливый брак – это взаимопонимание между супругами, здоровье, счастливые дети, правильное их воспитание. Возможность необычного бракосочетания в горах в день красивой зеркальной дате 24.04.2024 обрадовала и молодую пару Игоря и Викторию Долговых. Будет, что вспомнить, отмечают они. Прям подбирали эту дату. Хотели именно сегодня. Зеркально, очень красиво. Хотелось запечатлеть этот момент. Масштабная высота с масштабным событием. Буря эмоций, прям дух захватывает. От атмосферы горной. Действительно, свадьба на высоте – это прекрасная возможность сделать праздник создания новой семьи по-настоящему незабываемым. Его провели в рамках поддержки Года семьи, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Гости курорта, жители республики могут пользоваться этой услугой все лето. Для этого просто нужно подать заявку в ЗАГС города Черкеска. В этой услуге много бесплатных опций. Участниками необычного бракосочетания стали молодожены из Ставропольского края Олеся и Сергей Данилюк. У них двойной праздник. Зарегистрировали брак в день рождения супруга. Он, кстати, родом из нашей республики. Начальник управления ЗАГС Карачаева-Черкесии Елизавета Семенова, поздравив всех с праздником, рассказала, что в год семьи планируется много интересных мероприятий. А выездную церемонию бракосочетания на Архызе теперь будут проводить 24 числа каждого месяца. На уровне 2500 метров особая атмосфера торжества. Чистый воздух и фантастическая природа пропитана счастьем и радостью. Церемония бракосочетания среди такой красоты – это уникальный опыт. Непременно запомнится на всю жизнь как виновникам торжества, так и всем гостям. И такая семья будет обязательно крепкая и сильная, как горы Кавказа. Альбина Ламкова, Олег Молхожев. Вести Карачаева-Черкесия. Архыз. А на другом известном курорте Карачаева-Черкесии на медовых водопадах установили сегодня своего рода рекорд. Зафиксирован самый взрослый человек, прокатившийся на зиплайне – 88-летняя Галина Анатольевна Сергеева из города Химки. В самой хорошей физической форме она всегда мечтала увидеть горы с высоты птичьего полета. И ее мечта осуществилась. Галина Анатольевна приехала отдыхать в Карачаево-Черкесию и решилась на экстрим. Женщина парила над ущельем на самом длинном зиплайне в России больше одной минуты. Она посвятила жизнь науке. Ее имя известно в научном мире не только в нашей стране, но и за рубежом. Ее научные статьи публикуются в странах СНГ. А монография «За аниме» в карачаево-балкарском языке переводится в Турции. Сегодня состоялась презентация нового труда ученого-филолога Фатима Таркеновой «Орнитонемия в карачаево-балкарском языке. Лексико-семантический аспект». Вадина Каракетова продолжит. Она посвятила жизнь науке. Более 40 лет Фатима Таркенова, ученый-филолог, занимается научной деятельностью. Итогом этой работы стали множество монографий, научные статьи и публикации, которые в основной своей массе посвящены карачаево-балкарскому языку. На выставке, приуроченной к презентации, можно ознакомиться с основными из этих работ, а также с другой ветвью ее деятельности – писательской. Труд, который презентовали сегодня, посвящен птицам и называется «Орнитонемия в карачаево-балкарском языке». «Их около 500, но я не только на карачаево-балкарском, русском, английском языках, чтобы дети могли, какой хотят язык, и там фотографии цветные. И туда же собраны русские пословицы, поговорки, фразологизмы, касающиеся этой темы, перевела русские на карачаевские, а карачаевские на русские. Там фразологизмы, там пословицы, там сравнения. Потом, там есть в начале научного исследования, годами, десятилетиями научного исследования, которые я провела, сравнила свой карачаево-балкарский язык с 40 тюркскими языками на русском языке. Эта академическая работа прошла рецензирование в Москве». Презентация нового научного труда Фатима Теркеновой проходила при полном аншлаге. Пришедшие поздравить известного ученого-филолога с успешным завершением еще одного большого исследовательского труда говорили о значимости этой работы, бесценности для сохранения и развития карачаево-балкарского языка. «Фатима Пахаратна является почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации. Она заслужена в действии в науке карачаево-балкарского языка. Фатима Теркенова создала 8 монографий, 4 из которых изданы, 4 еще в процессе редактирования и утверждения. «Арнитонемия» в карачаево-балкарском языке является своего рода продолжением предыдущей ее монографии «Заанемии» в карачаево-балкарском языке, которая, кстати сказать, переводится на турецкий язык. Выступающие отметили, что исследования Фатима Теркеновой в области филологии активно стимулировали рост отечественной лингвистики, подняли авторитеты региональных тюркологических исследований. Она внесла существенный вклад в научную популяризацию карачаево-балкарской лексикологии. Фатима Теркенова имеет заслуженное звание, награждена множество раз. Этому также была посвящена одна из выставок, приуроченных к презентации книги. Фатима Бахаратановна провела очень серьезное исследование, которое, я думаю, будет отценивана под услугом. И в дальнейшем это будет основное, плательное, прикладное значение привлечет ваша работа. Как рассказала сама автор презентуемого труда, все ее работы направлены на восстановление, развитие и сохранение родного карачаево-балкарского языка, который находится на грани исчезновения. И признается, что сегодня, видя гостей, презентации, она испытывает неописуемые чувства. Мадина Каракетова, Михак Аракелян, Вести Карачаева-Черкесия. Сделаем республику чище и еще красивее. 27 апреля во всех населенных пунктах Карачаева-Черкесии пройдет масштабный субботник. Глава республики Рашид Тимрезов призвал жителей присоединиться к акции в преддверии Дня Победы. Особое внимание будет уделено уборке памятников, мемориалов и братских могил. Кроме того, будут приобрежены общественные и дымовые территории, а также гостевые дороги, популярные места для отдыха жителей и гостей республики. Принять участие в субботнике может абсолютно каждый. И тем самым внести ощутимый вклад в общее дело улучшения санитарно-экологической обстановки в республике и поддержка всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России». С марта этого года в регионе проходят ежемесячные субботники, в которых уже приняли участие порядка 13 тысяч человек. Отрадно знать, что в нашей республике люди с заботой относятся к родному региону, ведь Карачаево-Черкесия для всех нас. Это общий дом, уют и чистота, в котором зависят от каждого жителя, отметил Рашид Тимрезов. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Ангелы района». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин